Дети и родители. Итак, шестая глава, первый стих. Шестая глава, первый стих. Мы с вами, конечно же, не скажешь всего, всего, что можно сказать в взаимоотношениях мужей и жен за это короткое время. Да и здесь Павел дает основные направления, основные понятия. Но это также относится к церкви, потому что церковь состоит из семей. Она состоит из отдельных мужчин и женщин, но также из семей. Когда семьи приходят в церковь, это очень большое ободрение, когда вся семья приходит в церковь. Итак, мы с вами продолжаем шестая глава, шестая глава, первый стих. Шестая глава, первый стих. И здесь мы с вами видим взаимоотношения детей и родителей. Итак, дети, повинуйтесь своим родителям, как Господи. Не просто, Господи. В 22 стихе 5 главы. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. Здесь говорится, дети, повинуйтесь. И слово повинуйтесь уже не хупотаса. Вы сама? Уже не хупотаса, а хупакоуа. Хупотаса, 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 это слово повинуйтесь, а здесь хупакоуа, это слушайтесь. То есть воспринимайте через слышание. Слушайтесь. Слушайтесь. Если родители не обучают своих детей, а думают, что они просто так вырастут, как помидоры на глядке, они ошибаются. Родители, они должны говорить слово своим детям. А дети, слыша слово, они что, хупакоуа, они послушаются. То есть они через слышание воспринимают информацию и слушаются своих родителей, как в Господе. Не сами по себе, а в Господе. Ибо этого требует справедливость. Или проще это будет фраза, ибо это правильно. У нас этого требует справедливость, а лучше здесь это, ибо это правильно. То есть правильно. Второй стих. Почитай отца твоего и мать. Слово почитай, это другое слово. Итак, повинуюсь. И почитать это в смысле почтения. Что мы можем сказать? Послушание это обязанность, что я послушен своим родителям, потому что я сын или дочь. Но послушен для определенного времени. Вы со мной? Как, 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 когда Иисус, когда Иисуса спрашивает его мама. А как вы думаете, Иисус любил свою маму? А? Еще как любил свою маму? И когда мама говорит Иисусу, Евангелие от Иоанна, вторая глава. Когда мы видим с вами пир в Канне Галилейской. Вино кончилось. Угощать нечем. И мама его говорит служителям. То есть, говорит своему сыну. Сынок, вина нет у них. Кончилось. И там Иисус говорит интересную фразу. Что мне и тебе, женщина? Что это означает? Это означает, что Иисус взрослый мужчина, который принимает решение сам. Вы со мной? Дети, они послушны родителям. То есть, слушаются родители. И слушаются родители, и обучаются от своих родителей. И послушание это обязанность детей. Послушание обязанность детей. Но когда, например, сын вырастает в мужчину, то тогда он принимает решение сам. Вы со мной? Вы слышите? Да. Он сам принимает решение. Не может мама до 55 лет принимать решение вместо своего сына. Аминь. Не может. И Иисус показывает, что мне и тебе, женщина, и шо, не прийдет. Да и шо. Заговорим на украинском. Кстати, привет кому? Келлининградцам привет. Аллилуйя. Благослови. Казанцам привет. Кому еще передать привет? С Питер. А? С Питерцам. С Питерцам привет. Всем привет. Мы вас любим. Любовью Агапе. И так, на чем мы остановились? Не может мама принимать за сына решение, когда он взрослый мужчина. И если бы здесь были мамы, я бы им сказал, не передержите своего сына возле своей юбки. Ни в коем случае. Как можно быстрее его. Пускай снимает квартиру, пускай живет. Тогда он будет кем? Тогда он будет мужчина. Когда он пройдет через некоторые, через некоторые тырчки, мырчки, удары со всех сторон, тогда он будет мужчина. Аминь. А мамы не хотят этого делать. Они хотят, чтобы их сыночки рядом с ними были. И чтобы она свистнула. И они сразу все здесь ей сделали. Хорошее отношение. С точки зрения мира, очень хорошее отношение. Я даже бы сказал, идеальное отношение. И можно было еще сказать, но мне же нужно почитать своего отца и мать. Ты не понимаешь, что означает ты мужчина, и что ты не понимаешь, что означает заповедь. Почитай отца твоего и мать твою. Это означает, что послушание это обязанность, а почтение это отношение. Аминь. Это отношение мое к родителям. Я не могу повышать голос на своих родителей. Почему? Потому что, если мы посмотрим в закон Моисея, то тот человек, мод и пьяница, сын, который повышает голос на своих родителей, и не дай Бог, еще рукой замахнется, и не дай Бог еще ударит своих родителей, того побить камнями. Вы со мной? И даже если он просто повысил голос и кричит на своих родителей, что это такое? Это почтение нужно к своим родителям. Я почитаю тебя, я знаю, что ты моя мать или мой отец, но ты не имеешь права взрослому мужчине и взрослой женщине постоянно говорить, как, что да как нужно сделать. Вы со мной? Да. Где вы еще это услышите? Кроме как на библейских занятиях. А этот мир полон папенькинов и маменькиных сынков. Он полон таких людей. А потом еще родители смотрят и диву даются. Почему он не может жить в этом мире? Почему он не может зарабатывать деньги? Почему он берет крутую тачку и не ездит по правилам? Аминь. Почему? Потому что не было что? Не было наставлений. Мы дальше с вами прочитаем. Так, почитай отца твоего и мать. Это первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Что также входит сюда почитать? Это родители, они стареют, они у них силы иссякают. Понятно, да? И человек, который сейчас, например, в Европе модно так делать. Вернее, не модно, там вообще просто с этим, да? Я пишу заявление, и моего отца или мать раз в дом престарелых, и все. А там, особенно в Швеции, в Финляндии, там такие социальные условия, что не нужно даже и навещать своих родителей. Даже и не нужно звонить. Я просто забросил их туда, и они там под присмотром. Что это означает? Я не почитаю своих родителей. Почему? Потому что я даже не знаю, что происходит. У нас нет общения. А когда я приезжаю, конечно, моя мама мне будет говорить, что нужно так сделать, сяк сделать, так сделать. И я сразу ставлю что? Линию. И говорю, как здорово, мама, что я взрослый мужчина. Она такая, да. Как-то же я прожил до этих лет, правильно, да? Целый семинар можно сделать, честное слово. Итак, это заповедь, первая заповедь с обетованием. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Четвертый стих. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших. Очень хорошее слово. Слово раздражайте, пароргидзо. Когда я говорю аргидзо, но вы не видите здесь дэ, читается так на греческом языке со словом дэ. Проргидзо. Итак, проргидзо. Что это? Что это за слово? Это означает провоцировать ко гневу, провоцировать к раздражению. Итак, вы, отцы, не провоцируйте детей ваших ко гневу или к раздражению. Не провоцируйте. Провоцируйте их лучше в любви. Не провоцируйте детей ваших ко гневу или к раздражению. Но воспитывайте, но воспитывайте, и слово воспитывайте, это взращивать взрелого человека. Слово воспитывать, эктрефо. Слово воспитывать, эктрефо, взращивать до зрелости. Когда зрелость достигается, когда у нас в России, 18, да? Восемнадцать лет. Взращивай своего сына или дочь до зрелости. Как взращивать? Здесь говорится, воспитывайте, то есть взращивайте их в учении. И слово учение очень интересное. Это слово паэдею. Паэдею. Слово паэдею означает воспитание детей. В русском языке, это слово, здесь в нашей русской Библии, вы это слово можете также встретить, как наказывать. Это евреям, 12 глава. Евреям, 12 глава. Шестой стих. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. И слово наказывает паэдею. Паэдею. Наказывает. Что такое наказывает? Это полный курс воспитания, включая от словесного обучения и заканчивая витамином Ре. Все знают, что такое витамин Ре, да? Старое поколение, а? Витамин Ре это призыв к действию. Призыв к послушанию. Притча говорит, если ты бережешь свою розгу, ты ненавидишь сына своего. Наказывай своего сына, доколе есть надежда, и он не умрет. Аминь. А в этом мире говорят, ой, не трогайте, не трогайте, пусть они растут. Ну и вырастут. Без паэдею. Без паэдею. Вырастут, сядут на голову, выгонят из квартиры, и что? И все. И человек останется у разбитого корыта, и будет думать про себя. Как он так мог со мной поступить? Да вот из-за того, что у тебя не было ни познания, ни желания воспитывать своего сына. Итак. И вы, отцы, не раздражайте. То есть, не провоцируйте к огневу детей ваших. Это означает, например, давайте пример приведем. Газон, да? Газон у вас. Давайте представим, на минутку, да? У вас дом, и возле дома газон. Вы представили, да? У-а-а-а. И вы этот газон стрижете. И вы его так... Знаете, иногда у людей невероятная самая тяга к газонам. А есть, да? Особенно. Ну ладно. Газон. Никто. Эй! На моем газоне не стоять. Эй! И вы представляете, ребенок, сын мой, на велосипеде, на этом газоне. Эй! Он что-то кувыркается, мячик играет. И я его... Ты что газон топчешь? Кто больше? Сын или газон? А? Сын, конечно. Газон это вообще пустое место. Но сын больше. А этот ребенок, он не понимает. А для чего тогда у нас здесь этот газон, да? Для чего он тогда? Ну как для чего? Он же мягкий. А если он мягкий, то что? Нужно бороться там. Или футбол играть. Или там еще что-нибудь. Аминь. А отец говорит, перестань топтать газон. И что? По раздражению. Нет взаимоотношений. Дальше. А, еще одно слово. Итак. Воспитывайте. Это слово. Декстрефо. Взращивайте до зрелого возраста. Далее. В учении. Это поэдео. Это воспитание или наказание. Дальше. И наставлений Господних. Наставляйте своих детей. Наставляйте. Это очень хороший перевод. Наставляйте. Итак. Если человек сбивается с пути. Наставил. Сбился с пути. Наставил. Сбился с пути. Наставил. Далее. Пятый стих. Рабы. Сейчас кто? Рабы. Эмплуиера. Рабы. Работники. Рабы. Работники. Повинуйтесь своим господам. И слово. Повинуйтесь. Не хупотаса. А хупахои. То есть. Будьте послушны своим господам. Повинуйтесь господам своим. По плоти. Со страхом. И трепетом. Как? Со страхом. И трепетом. Это означает революцию не нужно устраивать. Потому что ты. В данном случае это рабы. А рабы они вообще. У них нет выбора. Они просто. Они просто рабы. Они просто все уже. Да. Они все уже. Вот. Рабы. Им просто нужно делать. Но Господь говорит для рабов. Рабы. Повинуйтесь господам своим. По плоти. Со страхом. И трепетом. В простоте сердца вашего. Как? Христу. Здорово. Я повинуюсь своему начальнику в простоте сердца своего. Как? Христу. Ну и скажите. Пастор, это невозможно. А я говорю вам. Если Бог говорит, что возможно, то это вполне возможно. И у меня у самого были начальники. И разные были начальники. А подчиненные. Ой-ой-ой. Ну, до подчиненных мы еще не нашли. И так. Как Христу. Не с видимую только об услужливостью. Как человека угодники. То есть лицемеры. То есть кто? Ой, ребят. Вы знаете, я 14... Не, 14. 10 лет я имел дело с личным составом. Мы принимали на работу. Обучали. И постоянно нужно контролировать. Это было проверять. На проверку ездить. Вы знаете, сколько было человеку угодников? Знаете, сколько было? Море. Море. Почему? Потому что они пока захотят показать себя перед людьми. А мы с вами, здесь Павел говорит, значит, мы с вами не с видимую только услужливостью. Это означает, смотрят на меня, работаю, не смотрят на меня, не работаю. Смотрят на меня, работаю, не смотрят на меня, пропадаю в кафе, или кому-нибудь пошел, или лясы точить, или еще что-нибудь. А потом, когда мне делает начальник замечание, то я начинаю обижаться. Да? Я работник, я начинаю обижаться. Как это? Чего тут на 5 минут сходил поговорить? Полчаса прошло. Потому что всегда так. Я говорю на 5 минут, а на самом деле полчаса прошло. И эти взаимодействия такие, они очень важны. Не с видимой только услуживостью, как человеку угодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божию от души. Здесь правильно, псюги от души. Душа, которая наполнена Христом и Словом Божьим. 7 стих. Служа с усердием, как Господу, а не как людям. Если вы на работе служите перед людьми, и как для людей, у вас это будет в тягость. Но если вы на работе служите перед Господом и для Господа, какая вам разница? Вы просто исполняете свои обязанности. И вы скажете, да, пастор, но вот начальствующие-то разные бывают. Дальше, 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 пойдем дальше. Тут про начальствующих сказано. А, давайте еще закончим про служителей. Итак, служа с усердием, как Господу, а не как людям, зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которую он сделал, раб или свободный. Это означает, что наше рабочее время будет засчитано на суде Беева, на суделище Христово, как искупленное время, если мы с вами будем работать как перед Христом и для Христа. Вы представляете, да? Это не то, что я в церковь пришел, и здесь мне время тикает. Можно в церковь прийти, и здесь никакого времени тебе не тикает, если ты пришел плотский и ушел плотский отсюда. Никакого времени. А если я на работе, со страхом и трепетом, повинуясь своим господам, служа с усердием, как перед Христом и как для Христа, в простоте моего сердца, я получу награду за это время. Вы представляете? И можно было сказать, я ничего там духовного не сделал. И Господь говорит, из-за того, что ты по вере исполнялся Духом Святым и работал передо Мною, я засчитываю тебе эти восемь часов в Царстве Божьем. Аминь. Потому что раб, который в малом был верен, что с ним сделает? Над большим его поставит. А тот, который в малом был неверен, тот что? Приветик. На судевище Христовом работа его, время работы не зачтена. Почему? Потому что был лицемером. Потому что как человекоугодник там. У нас время есть. Есть время у нас. Вы знаете, невероятно, как люди хотят приблизиться к начальнику. Это невероятно. Они хотят просто любыми путями зайти с этой стороны, с другой стороны. И сделать для себя определенные привилегии. Представляете, да? Невероятно. Для чего ты это делаешь? Кофе там при... Если ты кофе несешь к своему начальнику, то делай это как перед Христом, а не как человекоугодник. Аминь. Потому что это засчитается, когда ты делаешь это как перед Христом. Итак, по поводу господ. Вы скажете, пастор, ну такие господа, такие начальники. А Господь и для господ здесь говорит. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Здорово, да? Встречается богатый и бедный и того, и другого создал кто? Господь. Другое дело, один богатый, а другой бедный, но и того, и другого создал Господь. И тот начальник, который, как бы сказать, не умеряет строгость свою и действует неправильно, и провоцирует своего работника ко греху или ко лжи, и нам даже беспокоиться не стоит по поводу этого начальника, потому что над ним стоит Господь, и у него нет лицеприятия. Он может разобраться с моим начальником, что? Как? По своей мудрости. Но он никогда не будет разбираться с моим начальником, если я сам начну с ним разбираться. Вы слышали? Слышали? Он никогда не будет разбираться с моим начальником, если я буду сам с ним разбираться. Это означает все, что угодно. Неповиновение, постоянные споры, постоянное недовольство и так далее. И Господь говорит, ну здорово, тогда ты, лукавый раб, попадаешь под пресс твоего начальника, а я пальцем не шевельну, чтобы ты там запищал. А вот когда запищишь и смиришься передо мною, и скажешь, Господи, прости, тогда я тебя прощу, утешу, и ты будешь работать перед лицом моим, а с начальником я сам поговорю, и я узнаю, как с ним поговорить. Аллилуйя. Одна история, которая в Ашкабане произошла. Один человек, пастор Ваислава, приходит и говорит, вы так все красиво говорите, вы так все у вас так легко, а вот знаете что? Например, у меня на работе, если я не буду воровать, и если я не буду там левыми делами заниматься, то мне на жизнь не хватит. Но из-за того, чтобы указать вам, что вы неправы, и Богу также указать, что невозможно это, я вот что сделаю. Я пойду на работу, и буду, вот как вы мне говорите, так я и буду делать. Все от сих до сих, никаких левых движений. Что мне говорят, то и делают. Что мне говорят, то и делают. Если на меня будут грузить работу, буду делать. И посмотрите, что ничего не получится. Хорошая, да? И он ушел в таком порыве. Да? Через два месяца приходит слеза. И говорит, простите, пастор. Рассказывает свою историю. Он начал работать, как положено. Никаких там, никаких этих левых движений, ни направо, ни налево. И работает, и работает, и работает. Его грузят, а он работает. С какой мотивацией? Доказать Богу. Правильно, да? Что не получится. И доказать кому? Пастору. Что он неправильно говорит, что это все утопия. И он работает изо дня в день, изо дня в день. Представляете, через два месяца встречает начальник предприятия с его непосредственным начальником. И они начинаются все, слушай, а вот этот вот говорит, слушай, так здорово работает, так здорово работает. И главное, ничего не просит. Ни отпускных, ни проходных, ни премий, ни 13-й зарплаты. Ничего не просит. Пашет. И все. И работает-то хорошо. Не ворует. На работу вовремя приходит. Перекуры там у него не по часу. Работает. Вы знаете что? Они говорят, слушай, как раз у нас, они два начальника, как раз у нас освобождается должность начальника там в каком-то отделении. Как ты думаешь, можем ли мы его туда поставить? И он говорит, ты знаешь, он такой хороший работник, давай его туда поставим. И когда они его приглашают, а он приходит туда, чтобы услышать, он настроен, что он сейчас услышит очередную порцию недовольства, да? Он приходит туда уже готов такой. Они ему говорят, слушай, ты так замечательно работаешь. И это реальная история. Это реальная история. Спросите у баста Владислава. Мама говорит, ты так замечательно работаешь, что мы заметили тебя. И мы это делаем тебе по решению. И зарплату. И пайка. И на работу меньше будешь ходить. Аминь. И он услышал это. Вышел от них. Расплакался. Приехал к пастору Владиславу. Мужчина. Мужчина. Какой был такой? Я докажу сейчас. Мужчина. Приехал к пастору Владиславу. Рассказал ему всю историю. Они все подняли руки. Прославили Христа. И сказали, жив Господь. Аминь. Не как человек угодник. Потому что человек угодника, он будет постоянно под прессом. Потому что, когда я был начальником, я видел таких людей. И я их дожимал. Человек угодника. Которые такие. Господь дал вам мудрость. И мы их с шефом дожимали. И они пищали. И они обижались. И они ненавидели меня. И ненавидели начальствующих. А? А такие дела. Зачем нам такие сложности? Мы с вами работаем перед Христом. Аллилуйя. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость. Зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у которого нет лицеприятий. И мы говорим, аминь, Господь. Я полностью доверяю тебе на своей работе. Десятый стих. Итак, мы с вами, это были взаимоотношения мужей и жен, родителей и детей. И также работников и работодателей. Или рабов, или их господ. Сейчас мы с вами переходим к следующей теме. Я думаю, что возможно мы закончим сегодня послание к Ефесянам. И на следующем занятии мы уже будем послание к Колоссянам. Итак, наконец, что такое наконец? После всего вышесказанного. Павел открывает определенные вещи, и он говорит. Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Мы с вами сейчас будем говорить о всеоружии Божьем. О всеоружии Божьем. Напишите себе. Всеоружие Божьем. Всеоружие Божьем. Когда мы с вами приняли Иисуса Христа, мы с вами вступили в духовное сражение. А это одного без другого нет. Если я принял Иисуса Христа, я вступил в духовное сражение. А для того, чтобы устоять в этом духовном сражении, давайте разберем несколько слов. Итак, укрепляйтесь. Эн-ду-на-мо. Эн-ду-на-мо. От слова дунамис. Укрепляйтесь. Эн-ду-нам. От слова дунамис. Это облечься в силу. Облечься в силу. Сила дунамис. Это способность сделать что-либо. Эн-ду-нам. Укрепляйтесь, братья, Господом. И могущество. Слово могущество. Кратос. Могущество кратус. Кратос державная сила. Она больше относится к позиции, нежели к переданной силе. Что такое кратус? Что такое державная сила? Это Иисус. Восседает на престоле славы. И у него позиция кого? Правителя. У него позиция Господа. Кратос. Его позиция такая, что пред Ним преклонится всякое колено. Далее. Могуществом силы Его. И слово сила Иисус. Извините, забыл. Иисус. Слово Иисус – переданная сила. Мы с вами не можем устоять, если нам не будет передана сила от Иисуса Христа. Давайте еще раз прочтем. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Это Дух Господний находится внутри нас. Одиннадцатый стих. Облекитесь во всеоружие Божие. Мы с вами записали всеоружие. Слово «облечься» – это наденьте на себя. Наденьте на себя всеоружие Божие. Для чего? Чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Итак, слово «стоять». Слово «стоять» – хистерия. Слово «стоять» – хистерия. Это слово несколько раз используется здесь. Потому что наша брань с вами в том, чтобы нам, мы с вами устояли. Чтобы возможно было встать против козни дьявольских. Слово «козни» – методия. Слово «методия» – козни. Очень интересное слово на русском языке – козни. Как вы понимаете козни? Мелкие гадости, да? Или как? Что-то такое, да? Козни. Итак, что это означает? Буквально это означает «трюки», «хитрость», «обман». «Трюки», «хитрость», «обман». Мы с вами проходим культы и религии. И там мы видим, что дьявол использует трюки, хитрость, обман. И слово «методия» – если мы с вами дадим этому слову расширенное толкование, то это методическая разработка верующего. Методическая разработка верующего, чтобы привести его к падению. Что это означает? Это означает, что вот верующий, и за ним наблюдают, его изучают. Вы со мной? Вы думаете, нас не изучают, не наблюдают? Наблюдают, очень внимательно изучают. Где мы с вами быстро переходим в плоть? Наблюдаем. Чтобы потом что? Чтобы потом воспользоваться этим. Методия, методическая разработка верующего, чтобы привести его к падению, к разочарованию. Чтобы он все бросил, чтобы он отступил, чтобы он перестал стоять в своей семье. Чтобы он перестал стоять во взаимоотношениях со своими детьми. Чтобы он начал пищать на работе и убежал оттуда. Потому что много людей, это одна работа, другая, третья, четвертая, и так он нигде не остановится. Дальше. Итак, против козни дьявольских. Потому что наша брань, и слово брань, это борьба. Павел применяет здесь олимпийский глагол. Это борьба. Наша борьба, или наша брань, не против крови и плоти. Что такое плоть и кровь? Это человек. Это человек. Мы с вами не боремся с человеком. Мы с вами не идем в брань с человеком. Мы с вами знаем, кто стоит за человеком. Точно так же, когда Иисус сказал Петру, отойди от меня, сатана. Он знал, кто стоит за словами Петра. Он сказал тому, отстань за мной, дьявол. Не маять здесь передо мной. Ты думаешь, я не вижу, как ты посылаешь мысли свои в сердце Петра, чтобы он высказал своими словами твои мысли? А? Ты думаешь не о том, что Божье, а ты думаешь о том, что человеческое. Поэтому наша брань не против крови и плоти. А против кого? Начальств. Дальше. Властей. А против начальств. Властей. И мы записывали это уже. Против мироправителей. Давайте мы запишем слово мироправителей. Космократор. Космократор. Что такое космо? Мир. Система этого мира. Кто такой Кратос? Мы уже записали это. Это тот, который властвует в этом мире. У него престол. Здесь, в этом мире. Он по позиции своей. Кстати, которую он узурпировал у человека, когда обманул его в Едемском саду, обольстил. Он занял место. И поэтому он оттуда распоряжается. И у него есть сила Кратос. И он космократор. Тот, который правит в этом воздухе. Далее. Против мироправителей тьмы века этого. Против духов злобы поднебесных. Итак, демоны – это духи злобы. Это духи нечистые. И их ухищрения, и их козни, они направлены против верующих в Иисуса Христа. Потому что до неверующих им нет дела. Неверующие и так заключены в космосе, в этом мире. И крутятся здесь. А верующие не от этого мира. Аминь, вы со мной? Как у вас дела? Мы продолжаем или закончим? А? Вы здесь? Потому что Иисус говорит, как я не от этого мира, так и вы не от этого мира. Как я не от этого мира, так и вы не от этого мира. Потому что я взял вас, искупил вас из этого мира. И вы мои люди. Далее, 13 стих. Для всего. Для чего? Для того, чтобы стать против козней дьявольских. Примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злой. И все преудолев, что? Устоять. Устоять в чем? В благодать. Устоять в чем? В вере. Устоять в чем? В любви. Устоять в чем? В жизни тела Христа. Устоять в чем? В милости. Устоять в чем? В миссия. Устоять в чем? В благовестии. Устоять в чем? В посещении церкви. Аллилуйя. Устоять. А для этого... Итак, станьте припояса в чресло ваше истина. Чем припояса? Истина. Что такое истина? И Иисус говорит, я есть им истина. Мы с вами видим, что Павел использует картину римского война. А у римского война в то время одежды были длинные. И поэтому обычно люди ходили в длинных одеждах. Но когда забег или когда борьба, что? Нужно припоясаться. Правильно, да? Чем припоясаться? Чем припоясаться? Истинно. Что такое истина? Слово Божие. Далее. Истинно. И облегшись в броню правильности. Ребята, что такое? Мы надеваем с вами броню правильности. Что это означает? Я правильный. Я правильный. Беспятная порога перед Христом. Я правильный. Да нет, ты грешный. Я правильный. Нет, ты потерял свою правильность, потому что согрешил. Нет, я правильный. Мой грех не может повлиять на мою правильность перед Иисусом Христом, потому что я не заработал ее. Она была мне передана подарком в момент моего спасения. И я был очищен кровью Иисуса Христа и представлен перед Ним беспятная порога в радости. Правильный. Аминь. Получая оправдание во Христе Иисусе мы стоим в благодати. Итак, я правильный. Нет, ты не правильный. Нет, я правильный. Если вы сомневаетесь по поводу вашей правильности, вы ходите в этой битве без брони правильности. И поэтому всякая стрела, и мы сейчас с вами зайдем до этого, которая попадет в вас, она принесет вам очень большие неприятности. Итак, встаньте, припаясь в чреслу вашу истинную, облегшись в броню правильности. Что это? Это броня. Защищает мою грудь. Защищает сердце. Далее, и обув ноги в готовность благовествовать мир. Иисус говорит, вот даю вам власть наступать на змей и скорпионов. Если у нас нет обуви с вами, благовестника, очень сложно наступать на змей и скорпионов, обув ноги, что не в благовестие, а в готовность благовествовать мир. Вы видите разницу? Это означает, Господи, я готов. Кого пришлешь ко мне? Я готов. У меня обуты мои ноги в готовность благовествовать мир. Шестнадцатый стих. А наипаче возьмите щит веры, которым вы сможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. Что такое раскаленные стрелы лукавого? Это проекции из демонической сферы. Если у нас нет с вами, если мы дома забыли щит веры, то знаете, что стрела раскаленная попадет. Обязательно и стрела раскаленная, она означает, что это будет воспаление, то есть жжение. Возьмите щит веры. Если бы Саул поставил щит веры, когда пели песни, Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч, что это? Это была огненная стрела, которую пустил дьявол. Если бы он поставил щит веры, она сюда, бам, и все, и Саул бы, как здорово, у меня такой министр обороны. Да мне можно на диване лежать уже, на пенсию выходить. Какой у меня министр обороны, который даже и не думает подвинуть меня с царства. Почему? Потому что он полностью ходит перед Богом. Аминь? Что? Щит веры. Восможете угостить все раскаленные стрелы Лука. 18 стих. И шлем спасения возьмите. Тот человек, который верит, что можно потерять спасение, у него нет шлема на его голове. Шлема спасения у него нет. Аминь. Вы слышали меня? И ему по голове надают так, мало не покажется. И он постоянно будет в прострации. Да спасен ли я или не спасен? Да на небесах, иду я на небесах или не иду на небесах. И постоянно у него голова будет гудеть. Почему? Потому что по голове ему надавали. А почему? Шлема спасения нету. Забыл дома шлем спасения. И Господь говорит, натяни поглубже твой свет, чем спасение. И дальше и меч духовный, который есть Слово Божие. Веником махать не получится. Нужен меч духовный. Аминь. Веником вы дьявола не отгоните. Ему нужен меч духовный. И мы с вами изучаем здесь и вооружаемся. 18 стих. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом. И старайтесь об этом самом, со всяким постоянством. Мы видим здесь. Всякую молитву во всякое время, со всяким постоянством и молением о всех святых. Вы знаете, молитвы никогда не будет мало. Никогда не будет мало. Молитва невероятная вещь. Молитесь дома, славьте Бога, приезжайте в субботу, приезжайте в среду у нас также молитва. Молитесь со своими женами, молитесь со своими детьми, молитесь за себя, молитесь за святых, молитесь за страну. Молитва, молитва и еще раз молитва. 19 стих. Тихий, возлюбленный брат и верный Господи служитель, которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил наши сердца. Мир братьям и любовь с верой от Бога Отца и Господа Иисуса Христа. Благодать со всеми неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа и послания к Ефесянам. Аминь. Отец наш Небесный, благослови нас Господи. Еще раз размышлять над этим посланием. Иисус, спасибо за замечательные мысли, за то, что у нас такая невероятная позиция. И наша тождественность с Тобою, Господь. И у нас есть новый человек, Дух Господень у нас. И в нашей семье может быть покой и назидание. И также мы замечательные войны Христовые, которые обличены во все оружие Божие, чтобы нам стоять там, куда Ты нас поставил. Распусти нас с миром во имя Иисуса Христа. Аминь.